Привет, друзья! Это новый выпуск шоу-бук-лайф. Меня зовут Екатерина Бахтова и мы начинаем. Мы находимся в московском доме книги, в павильоне номер 10. Здесь, в книжном мире, имеются топовые современные авторы. Наш гость не исключение. Все свободны. История о том, как в 1996 году в России закончились выборы. Книга журналиста, автора бесттрейлеров «Вся кремлевская рать и империя должна умереть» Михаила Зыгаря. Автор описывает события 1995-1996 годов, которые подразумевали одно из самых спорных голосований целого десятилетия. Военный корреспондент нулевых, первый главный редактор телеканала «Дождь», а также руководитель мобильного художественного театра, герой сегодняшнего нашего выпуска. Какие эмоции вы испытали, когда взяли в руки первый напечатанный экземпляр своей книги? Вы знаете, мне кажется, никаких. Мне кажется, вот в моей последней книге, которая называется «Все свободны», есть очень интересная мысль. Ее произносят в конце книги один из ее героев Михаил Фридман. Он говорит, что процесс важнее, чем результат. И никогда не надо этого забывать. Вот мне кажется, что это, в принципе, по жизни очень важный тезис. Процесс важнее, чем результат. В момент, пока я пишу книгу, я ее очень люблю. Я живу мыслью о том, что я ее напишу, и она выйдет. А в момент, когда она больше мне не принадлежит, когда она уже ушла, когда она уже стала бумажным бруском, у меня потеряется с ней какая-то вот такая родственная связь, и я уже начинаю жить следующей книгой. Уже каких-то пламенных чувств вот к этой уже не испытываю. А как вы думаете, как будет книга воспринята разными поколениями? Будет ли она интересна молодежи? Я знаю, что она будет. Я абсолютно убежден, что она, конечно же, ну, все книги, которые я пишу, я в первую очередь пишу, думая о тех читателях, которые сильно младше меня, которые не помнят всех этих историй и всех этих событий. Я убежден, что им будет очень интересно. А были ли истории, в публикации которых вы сомневались? Ну, конечно, ну, кажется, про все нужно сомневаться. Я очень критически отношусь к любым фактам. Я всегда очень много перепроверяю. Это неизбежно, когда ты пишешь про исторические события. Все время нужен такой очень серьезный фактчек. Мало того, что я проверяю у самых разных героев информацию, но со мной работает еще команда профессиональных фактчекеров, которые после меня читают и дополнительно подвергают сомнению то, что я написал, и я потом как-то думаю, что с этим делать. Михаил, а почему именно такое название у книги? А это такое ироничное, двусмысленное название. Его можно понимать и так, и сяк. А дайте, пожалуйста, совет начинающим журналистам. Как быть в профессии, как развиваться, что делать? Нужно, во-первых, ничего не бояться и делать иногда то, что вам не хочется и то, что вам не нравится. А во-вторых, нужно очень тщательно готовиться к любому делу, к любому интервью, к любому тексту. Потому что контекст, то, что вокруг того события, о котором вы рассказываете, всегда очень важно. Чем больше вы знаете, казалось бы, не связанных с вашей темой или там связанных, покасательных с вашей темой вещей, тем богаче будет ваш продукт, ваш контент. А на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Екатерина Бахтова. Не прощаюсь. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok